Здравствуйте! Добро пожаловать на Кухня Совет! Сегодня я к вам с рецептом вот таких вот замечательных закусочных кексов. Это может быть прекрасная закуска для любого праздничного стола, также очень сытный и классный перекус для пикника, либо просто полезный и вкусный завтрак. Итак, давайте перейдем к готовке. Для приготовления нам понадобится 2 яйца. Напомню, я всегда использую в выпечке яйца категории С1. Если вы берете С0, то, скорее всего, там немножечко поплывет громовка муки. Разбиваем в чашу 2 яйца, добавляем к ним творог. У меня творог был такой зерненый и достаточно сухой, поэтому я еще все пробиваю блендером. Если у вас творог мягкий и нежный, то вы можете просто перемешать его ложкой до однородности с яйцами. Теперь подготавливаем начинку. Это может быть любое копченое мясо, колбаса, либо сосиски. У меня это колбаса с хорошим составом. Также добавлю сюда оливки для того, чтобы был такой с остротой немножечко вкус. И, конечно же, обязательно это еще будет сыр. Сыра люблю много, поэтому добавляю достаточно много. Натираем сыр на крупной терке. И лучше использовать сорта, которые солененькие и такие тянущиеся. На самом деле в начинку можете добавить и перец, и все, что вам нравится. Отправляем сливочное масло растопиться в микроволновку и добавляем в яично-творожную смесь. Все хорошо перемешиваем. Обращаю внимание, что масло должно быть не слишком горячим, чтобы яйца не сварились. И теперь уже добавляем то, что мы подготовили в начинку. Как видите, начинки очень много, теста в этой закусочке мало, поэтому будет очень вкусно. Все хорошо перемешиваем ложкой. И будем уже переходить к приготовлению сухих ингредиентов. Для этого смешиваем муку с разрыхлителем, перевешиваем их немножечко между собой и отправляем к уже подготовленной нами массе. Просеивать ничего не нужно, просто пересыпаем и перемешиваем. Обращу ваше внимание, что тесто будет достаточно сухим и таким комковатым. Это все из-за наличия творога и сыра в тесте, поэтому не переживайте, все так и должно быть. После выпечки оно будет очень нежное и вкусное. Также для сущности добавляю сюда 10 помидорок черри, я их порезала пополам. Ну и плюс они, конечно, дадут очень красивый вид в разрезе. Также советую вам использовать какое-нибудь мясо поярче, чтобы оно тоже было видно в разрезе, потому что вот у меня колбаса, она немножечко потерялась. Ну и далее уже формируем сами кексики. Я отварила заранее 9 яичек перепелиных, маленьких, но на самом деле мне понадобится 10. У меня всегда по-разному получается. То 9, то 10 кексиков вот из этой порции. И просто прям руками или ложкой, тесто абсолютно к рукам не липнет, формируем вот немножко донышко, делаем углубление, добавляем туда яичко и прикрываем уже сверху тоже тестом. Заполняем форму практически до верха, потому что тесто поднимается минимально. И, ну, можете оставить сверху буквально 5 миллиметров незаполненными. Все, раскладываем все тесто по формочкам и отправляем выпекаться на 25 минут при температуре 180 градусов. А пока займемся сырной шапочкой. Для этого используем творожный сыр. Добавляем к нему 100 грамм сливок. Сливки 33% жирности. Все хорошо взбиваем. И поскольку сыр творожный, он и так изначально солененький, то мы просто добавим ему более яркого вкуса. Я добавлю сюда зелень. У меня она замороженная, ничего страшного, разойдется, можно прям замороженную добавлять. Зелень добавляйте любую на свой вкус. И столько, сколько вам нравится. И все просто перемешиваем миксером. Далее обязательно посолить и добавить любимые вами приправы. У меня это, например, красная копченая паприка. Вы же можете добавить то, что вам нравится. Красный перец, черный перец, все что угодно. Перемешиваем аккуратненько ложечкой и будем уже отсаживать из кондитерского мешка. У меня насадка 1Б. Не все кексы у нас дожили до оформления. Ну, что ж, так бывает. Но крем здесь рассчитано на все 10 кексов. Поэтому не переживайте. Отсаживаем небольшие шапочки. И все далее украшаем на ваш вкус, так как вам нравится. У меня это были вот мини-такие колбаски, крекер, немножечко зеленушки и, конечно же, помидорчик для яркости. Вы же можете добавить все, что вам нравится и все, что вам покажется симпатичным. Как видите, закуска очень быстрая, очень простая, но на самом деле невероятно вкусная и сытная. Вот действительно очень сытное блюдо. Советую вам попробовать, ведь впереди мужской праздник. И я уверена, что вы сможете покорить этим блюдом всех, кого вы им угостите. Быстро, вкусно, легко и красиво. Не это ли идеальное сочетание для любого рецепта? Оставайтесь у нас на канале. Спасибо большое за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова